Всем привет, меня зовут Эвелина, и я удалила зуб мудрости в платной и бесплатной стоматологии, чтобы сравнить и рассказать вам, стоит ли вообще переплачивать и идти лечиться в платной стоматологии. Два года назад я удаляла верхний зуб мудрости, это было мое уже второе удаление, так что оставалось удалить всего два вот этих вот зуба, и я тогда пообещала себе не затягивать с этим. Добрый день, я хотела узнать, можно ли записаться на сегодня на удаление зуба мудрости. Когда я рассказывала о том, что я удалила или собираюсь удалять зубы мудрости, многие меня спрашивают, зачем я это делаю. Зубы мудрости, их еще называют восьмерками, это вот те самые крайние, обычно прорезаются в возрасте от 17 до 25 лет, но есть также люди, у которых этих зубов нету вообще. Везунчиков, которым не придется столкнуться с этими зубами, всего 2% от всего населения. У остальных же 98%, у которых все-таки есть эти зубы, есть два варианта развития событий. Первый, эти зубы спокойно, без какого-либо дискомфорта, просто прорезаются. Либо, что к сожалению происходит довольно часто, эти зубы доставляют немало хлопот. И вот три причины, почему это происходит. К вашим зубам мудрости может просто не хватать места, чтобы нормально прорезаться и развиваться. И поэтому они будут доставлять вам боль и создавать проблемы другим вашим зубам. Зубы мудрости могут просто расти под неправильным углом, примерно вот так вот. И это будет сдвигать ваши здоровые зубы, и это будет влиять на ваше самочувствие. И на ваш прикус. Зубы мудрости достаточно сложно чистить из-за их местоположения, из-за этого может развиться кариес и заболевание десен. Я сорвала куш, и у меня были все три эти проблемы. И как обычно, я тянула с удалением этих зубов до последнего, когда мне не становилось прям совсем уж плохо. И именно при таких обстоятельствах я удалила два вот этих своих зуба мудрости два-три года назад. Так что мне осталось удалить всего два зуба вот с этой вот стороны, и я их берегла специально для этого видео, чтобы сравнить платное и бесплатное удаление зубов. Очень надеюсь, что вам понравится это видео, что вы оцените мои старания и мою идею, и поставите лайк на это видео. А если подпишетесь и напишите коммент, будет вообще просто шикарно. Начать я решила с бесплатной государственной стоматологии. Если что, у меня нет цели прорекламировать или наоборот дискредитировать любую из клиник, которые я буду посещать в этом видео. Все они выбраны, правда, совершенно случайно. И воспринимайте это видео как описание моего опыта, потому что, наверное, в других клиниках лечение бы происходило совершенно по-другому. Так вот, я и отправилась в одно прекрасное утро, в одну из этих бесплатных государственных стоматологий, чтобы получить неотложную помощь от одного из дежурных врачей. В 8.44 я взяла талончик в электронную очередь, и в 8.51 меня уже пригласили к регистрационной стойке. Прием будет на втором этаже, я вам помечаю 216-й кабинет, а у вас не заполняете возле кабинета, вызовут вас по хранению. О полисе не забудьте. Там меня попросили полис, паспорт, сказали, к какому кабинету мне надо подойти, и дали заполнить просто огромную анкету о состоянии моего здоровья. И в 9.12 меня уже пригласили в кабинет одного из четырех дежурных терапевтов. Там мне дали подписать бумагу о том, что я согласна, что мне будут оказывать медицинские услуги и все такое. И также, на всякий случай, самые главные вопросы из анкеты меня повторно спросили. Аллергии на антибиотики нет? Нет. Гепатит, генерический, онкологический? Гепатит, генерический, онкологический, не беременна? Нет. Согласен, генерический, генерический, классный, сверху целиком, по меди, ночь. Всеми вот этими бумажками мы занимались с ассистентами, и только после этого меня уже осмотрел сам терапевт. И она подтвердила, что мне действительно надо удалять верхнюю восьмерку, и спросила, согласна ли я прямо здесь и сейчас удалить этот зуб мудрости. И, услышав мое согласие, меня перенаправили уже к дежурному хирургу. Но перед этим надо было заглянуть на рентген. В 9.19 я встала в живую очередь на рентген. И, как я уже говорила, я просто страшно везучий человек, поэтому именно когда я встала в очередь на рентген, сломался рентген в детском отделении. И все несовершеннолетние, которым тоже надо было сделать рентген именно в этот день, встали в нашу очередь. Принимали нас по очереди через одного, один взрослый, один ребенок. Когда загоралась лампочка, можно было заходить. Моя очередь подошла только через час. В 10.13 мне сделали рентген только одного вот этого вот зуба. После чего я уже отправилась в очередь к хирургам-стоматологам. В тот день их дежурило 4 штуки, и меня приняли уже в 10.44. То есть через полчаса. И это мне еще страшно повезло, потому что сразу после меня начиналось кварцевание. И если бы я опоздала, то мне бы пришлось ждать не 30 минут, а 45. У вас, конечно, боли, но у меня задавление на сглубе. Надо его удалять. Разрезник это не делается. Сейчас мы пришли. Сейчас мы вот эти зубы удаляются. Когда зубы удаляются, у нас плановый порядок. Сказали. В горе еще что-то дома есть? Присаживайтесь. Посмотрите, тут 1 февраля есть места на удаление. Будет ли мне быть 10.30? Да, подойдем. 10.15. Надо будет, что сделать снимок от ВТГ большой. Да, мне отказались удалять зуб день в день, несмотря на боль, потому что удаление происходит только в плановом порядке. Меня записали на удаление через неделю, и всю эту неделю мне порекомендовали просто пить обезболивающее. Но на этом мои приключения в поликлинике в тот день не закончились. До этого я отстояла час в очередь на рентген, чтобы мне сделали рентген только одного зуба. И это было бесплатно. Но врач мне порекомендовала сделать снимок всех зубов. Она сказала, что да, это не обязательно, но так будет лучше. И она меня предупредила, что эта услуга не бесплатная. Снимок всех зубов стоит 1050 рублей. И я согласилась на эту авантюру и снова встала в очередь на рентген. Еще 40 минут я простояла в еще одной очереди, чтобы сделать еще один снимок зубов. И еще и заплатить за него 1050 рублей. Ну что сказать, проторчать в поликлинике 3 часа и уйти ни с чем. Этого, а нет, как это ни с чем, я потратил 1000 рублей на рентген. Все, увидимся с вами через неделю. Через неделю мы должны вырвать зуб. До удаления зуба была еще целая неделя. А это значит, что в это время можно заняться чем-то действительно интересным. Образовательная платформа Skillbox проводит большую конференцию по нейронным сетям навыки будущего. Где лучшие специалисты расскажут вам о том, что на самом деле происходит в мире искусственного интеллекта и какие возможности они открывают для каждого из нас. Она будет начинаться каждый понедельник и четверг до конца июня. Что позволит каждому из вас выбрать удобную для себя дату и попрактиковаться в чем-то новом для себя. На этой конференции вы сможете познакомиться с примерами применения нейронных сетей в разных областях, включая дизайн, маркетинг, бизнес, производство контента, мода, искусство и программирование. Вы узнаете, как нейросети упрощают жизнь разработчикам, помогают создавать креативные тексты и рекламные баннеры, а также уменьшают затраты времени для визуализации идеи для геймдизайна. И самое интересное, после конференции Skillbox предоставит вам гид по доступу к популярным нейросетям, таким как ChatGPT, MidJourney, Bart, StableDiffusion и другим. Вы сможете ознакомиться с ними самостоятельно и задать интересующие вас вопросы на конференции. Кстати, участникам, посетившим все три дня конференции, Skillbox подарит электронную книгу «Разум под контролем» от издательства MIF. Она поможет вам быть более эффективным и продуктивным без выгорания. А также вас ждет сертификат, который подтвердит вашу экспертность в трендах на рынке труда. И все участники, как первые зрители, получат скидку на новый курс по работе с нейросетями и специальные условия обучения. Если вы хотите узнать больше о нейронных сетях и применении искусственного интеллекта, то я рекомендую вам перейти по ссылке в описании или отсканировать QR-код на экране и зарегистрироваться на конференцию «Навыки будущего» от Skillbox. Там вы сможете увидеть, как можно использовать искусственный интеллект, чтобы увеличить свою эффективность и сократить рабочие процессы. Не упустите эту уникальную возможность. Приходите на бесплатную конференцию по нейросетям и обретите «Навыки будущего». Ссылка будет в описании под видео. Попытка номер два. Через неделю я снова вернулась в эту государственную стоматологию. Я была записана на 10-15, но я пришла чуть заранее. Я взяла талончик, что я по записи, и меня сразу же, без очереди, пригласили к регистрационной стойке. Сказали, к какому кабинету мне подходить, ожидать. Я подошла, и когда подошло мое время, меня вызвали. Без очереди. Просто шикарно. Вы справились, что на нем удалялись? Да. Тоже так высоко были? Да, да. А сверху был тоже закрыт. И мне, когда его удалили, это было просто жесть. Я так сильно опухла, у меня синяки по всему лицу были. Тоже, скорее всего, опухла, потому что у нас море. А тут щечка, да, был? Без резких движений, если что, ладно? Либо мучи, либо руку. Либо маши. Хирург была очень добрая и вежливая. Она меня подбадривала, как могла. Но меня больше всего удивило то, что она мне удаляла зуб без ассистента. Она работала совершенно одна. Я вообще впервые в жизни такое увидела. Она просто герой. Самый настоящий герой. Многие, кто рассказывают о своем опыте лечения в государственных стоматологиях, говорят, что им приходилось доплачивать за анестезию. Мне не пришлось доплачивать. Она была абсолютно бесплатной и сразу, спойлер, действовала она шикарно. Вот на все 100% я ничего не чувствовала. Вся вот эта операция по удалению зуба заняла 30 минут. Мне зашили рану, выписали антибиотики на неделю и отправили вместе со льдом посидеть в коридоре на 15 минут, чтобы убедиться, что мне точно плохо не станет после удаления. И уже через 15 минут меня отправили домой. Кстати, мне почему-то не отдали мой зуб мудрости. Анестезия отходит. Чувствую вот эти зубы. Почему-то лят вот эти. Зуб не отдали. Сказали, это больше не моя собственность. Государство забрало у меня зуб. Ну, если так нужно. Вот эта ноздря не дышит вообще. Ну, отек, как я подозреваю. У меня уже опухло, видите? Вот так вот прошло мое удаление зубов в государственной поликлинике. Если не учитывать мое ожидание записи неделю, то удаление заняло у меня 3,5 часа вместе с подготовкой. Само удаление заняло у меня полчаса. Все остальное время я сидела в основном в очередях. Дальше меня ждало восстановление длиною в неделю. Уже к вечеру после удаления у меня появилась опухлость, стали проявляться немного синяки. А когда окончательно отошла анестезия, было, ну, погано, скажем так, и ночью я выпила обезболивающее. На второй день удаления я уже чувствовала себя очень хорошо, как обычно, но по моему внешнему виду даже и не скажешь. На третий день стало все еще хуже, синяки зацвели окончательно, и внешний вид у меня был очень маргинальный. Но это был пик. С четвертого дня все становилось лучше и лучше. У меня сначала полностью прошел отек, потом стали проходить синяки. Я полностью восстановилась за 7 дней. Через 7 дней после удаления я уже выглядела, как и обычно. Думаю, какие-то выводы по поводу моего удаления зуба в бесплатной стоматологии мы с вами сделаем чуть позже, когда я удалю зуб в платный, и нам с вами будет с чем сравнивать. Добрый день. Я хотела узнать, можно ли записаться на сегодня на удаление зуба мудрости. Через месяц я начала искать платную стоматологию, где мне смогут вырвать зуб в день обращения. Это был мой главный и основной критерий, по которым я искала клинику. Сейчас буду удалять нижний зуб. Уверена, что все пройдет намного легче, чем верхний. Немного нечестно получается. Ну ладно. Все равно волнуюсь. А вдруг... А вдруг опять тяжело. Вдруг опять опухну. Запомните меня такой. В тот же день, буквально через 3 часа, я отправилась в стоматологию, подписала там договор об оказании услуг, и мне сделали рентген за 850 рублей. Дешевле, чем в бесплатной стоматологии. Примерно через 10 минут, как освободился хирург, меня пригласили в кабинет и дали мне очки, которые бы защищали меня от света стоматологической лампы. Это так мило и так внимательно. Я даже и подумать не могла, что кто-то додумается до этого. В общем, я уже была поражена такой заботой, но мне еще и помазали губы вазелином, чтобы они не потрескались, пока мне будут удалять зуб. Почему это так мило? Я не могу. Такая забота. Анестезию, кстати, не пожалели вообще. Я не помню, что хоть раз в жизни мне так много вводили препарата. Само удаление прошло за 15 минут. Все потому, что мне не стали зашивать лунку от зуба. Сказали, что в этом нет никакой необходимости, что она зарастет сама. Я была в шоке. Потому что до этого я удаляла все вот эти три зуба мудрости, везде мне зашивали. А сейчас сказали, что в этом нет совершенно никакой необходимости. Спойлер, мне это не понравилось вообще. Препаратов ввели так много, что у меня немела вся левая часть лица. Я не могла даже моргать левым глазом. Какая-то вообще супер мощная анестезия. Анестезия, которую мне вкалывали в государственной клинике, была не такая сильная. И уже буквально через пару минут после удаления я могла спокойно шевелить ртом. Здесь же меня не отпускало часа два. Я прям страшно напугалась. Но стоматолог меня уверял, что все хорошо, что это нормально. И что я даже моргаю, просто этого не замечаю. Кстати, в платной клинике мне отдали мой зуб мудрости. И сказали, что в государственных клиниках не отдают зубы для отчетности. Типа, чтобы доказать, что зуб действительно вырывали. Как думаете, это правда? Удаление зуба вместе с рентгеном в платной клинике у меня вышло в 6950 рублей. Все удаление заняло примерно 30 минут. Приняли меня в день обращения. И уже на следующий день после удаления я выглядела вот так вот. То есть щека совсем опухла. Если не знать, куда смотреть, то даже и непонятно, что со мной что-то не так. Если вы уже удаляли зуб мудрости, обязательно пишите в комментариях о том, как проходило ваше удаление зубов. Это будет очень полезно для тех, кому это только предстоит пережить. Ну что ж, давайте теперь сравнивать эти два удаления. Время ожидания приема перед удалением. В бесплатной поликлинике мне пришлось ждать неделю свои записи для удаления зуба. И это мне еще повезло, потому что я обращалась за неотложной помощью. Так-то мне пришлось бы ждать минимум месяц записи к терапевту сначального, чтобы он меня перенаправил к хирургу. И потом бы мне еще месяц пришлось бы ждать записи к хирургу-стоматологу. Это если бы я обращалась в плановом порядке. В платной клинике мне сказали, что есть окошко на сегодня. И уже через три часа мне вырвали зуб. Вы можете сказать, это нечестно. Окошко в платной клинике могло и не быть на сегодня. Тогда бы я просто позвонила в другую, любую клинику и искала бы ту, в которой есть окошко. Время затраченное на диагностику и удаление. В государственной поликлинике я провела три с половиной часа. И в основном, конечно, все это время я сидела в очереди. Особенно долго в очереди на рентген. В платной стоматологии, вот все, оформление документов, рентген, само удаление зуба, у меня заняло примерно 30 минут. Мне и добавить больше нечего. Отношения врачей. В бесплатной стоматологии ко мне относились вежливо и доброжелательно абсолютно на всех этапах. В гардеробе, в регистратуре, у терапевта, сам терапевт и ее ассистент. Девушки, которые делали мне рентген и сам хирург, все были очень вежливы. Но я думаю, что важно учитывать то, что я пришла в самом начале смены, когда всех их еще не успели задолбать толпы народу. В платной стоматологии я взаимодействовала только с девушкой на стойке регистрации, с самим хирургом и ассистентом хирурга. Этот же ассистент и делал мне рентген. Знаю, все ко мне очень хорошо относились, но как бы ты этого и ожидаешь, когда ты платишь деньги. Стоимость. Никогда такого не было. И вот опять. Бесплатная медицина не совсем бесплатна. Если что, важное уточнение. Я понимаю, что бесплатная медицина, не бесплатно мы как бы платим за нее из наших налогов. Так вот, в государственной стоматологии я заплатила 1050 рублей за рентген всей челюсти. Обязательно ли это было? Нет. Я уверена, что мне не отказали бы в помощи, если бы у меня не было денег заплатить за этот рентген. Наверное, надо было соврать, сказать, что у меня нет возможности заплатить, и посмотреть, как бы развивались события дальше. К сожалению, зубов, которые надо удалять, больше нету, поэтому подождем какого-нибудь пульпита, я не знаю. Платной стоматологии я заплатила 6100 рублей за удаление зуба и 850 рублей за рентген всей челюсти. Хотя я могла им предоставить рентген, который я сделала в государственной стоматологии, но тогда мы бы с вами не узнали, сколько по времени у них делается рентген и сколько он у них стоит. Так вот, всего я отдала 1050 рублей в государственной клинике и 6950 рублей в платной клинике. Восстановление после удаления. Я не думаю, что это вообще правильно сравнивать мое восстановление после удаления, потому что мое восстановление зависит от того, какой зуб мне вырвали, верхний или нижний. То, что я так сильно опухла после удаления в бесплатной стоматологии, это не потому, что мне удаляли зуб в бесплатной стоматологии, это потому, что мне удаляли верхний зуб мудрости. Когда я два года назад удаляла зуб мудрости в платной стоматологии, тоже верхней, я опухла абсолютно так же, но тогда я еще и заплатила 10 тысяч рублей за удаление. Так что это не вина бесплатной стоматологии, что вот мой организм так реагирует, это просто так происходит. Возможно было бы правильнее сравнивать удаление одинаковых зубов, например два верхних или два нижних, но к сожалению вот эти два зуба, верхний и нижний, я удаляла два года назад экстренно, потому что они очень сильно болели. Там был просто кошмар, так что выбора особо не было, я могла удалить только два вот этих вот зуба, здоровые зубы мне никто бы не стал трогать, даже наверное за деньги. Результатом удаления я в целом довольна в обоих клиниках, прошло уже реально очень много месяцев со всего этого эксперимента и до сих пор нету никаких осложнений. Единственное, мне не очень понравилось, что в платной клинике мне не стали зашивать лунку после удаления зуба. Это просто неудобно, это некомфортно, мне не нравится, когда так делают. Мне удаляли все три зуба до этого, везде зашивали, все быстро заживало и я чувствовала себя уверенно. Когда у тебя открытая лунка, не зашитая, все время страшно, что туда попадет еда. Язык каким-то непонятным способом все время там оказывается, все время хочется засунуть язык в эту лунку. В целом некомфортно, когда у тебя какая-то лишняя дыра появляется во рту. Давайте с вами обобщим. Если у вас нет финансовой возможности ходить в платную стоматологию, то это не трагедия и уж точно не приговор. Да, вам придется потратить намного больше времени, чтобы удалить или вылечить какой-то зуб. Возможно, вам не смогут помочь сразу, а запишут вас на самое ближайшее свободное окошко, но все-таки вам помогут. И да, бесплатная стоматология действительно может быть бесплатной, но, к сожалению, для этого надо быть более настойчивым. Специалисты в государственных клиниках ничуть не хуже тех, что работают в платных. Иногда это вообще одни и те же люди. Вам может повезти, и вам попадется суперкрутой и классный специалист, а может не повезти, попадется ужасный и некомпетентный. И это может произойти как в платной, так и в бесплатной поликлинике. Если у вас есть возможность пойти к какому-то конкретному врачу по рекомендации ваших близких, которым вы доверяете, то это будет самый лучший из всех раскладов. Так вероятность нарваться на какого-нибудь плохого специалиста намного ниже. Ничего плохого в государственных стоматологиях нет, кроме того, что вы потратите действительно очень много своего свободного и не очень свободного времени. Можно сказать, что в платных стоматологиях вы платите как бы за свое время. Вот такой вот эксперимент у меня получился. Напишите обязательно в комментариях, пользуетесь ли вы государственными стоматологиями или нет, и почему. Будет очень интересно узнать ваше мнение. А меня все еще зовут Эвелина. Удачи вам, друзья, и до скорых встреч в новых крутых видосах!